Слово сервисов это один из важных слоев и, честно сказать, практически он реально есть в любом приложении. Там, где его нету, значит, там делают какие-то другие шаблоны, но маловероятно, что там их нет. То есть это либо приложение очень простое, либо еще что-то непонятное. На общем, я вам все объясню. Назначение. То есть это то, что мы, собственно, его первое рассмотрим. Зачем? Самое главное рассмотрим преимущественные недостатки. Очень важно вам понимать в каждом шаблоне, зачем они нужны, и в чем хорошо, а в чем плохо. Соответственно, два шаблона, как их реализовывать. Дальше я расскажу, как же определять, какие ваши операции, которые есть в вашем курсовике, какие из них вкладывать в свой сервис, какие может быть мне в свой сервис выносить. Дальше рассмотрим удаленный доступ, потому что слой сервис идеально подходит для удаленного доступа. Не все ваши курсовики будут включать удаленный доступ к вашему приложению, но вдруг кто-то будет делать, например, веб-сервис, например. Хотя, может быть, это в будущем вам пригодится. Вот. Потом расскажу про шаблон супертип-слоев, который я не успел рассказать на прошлой лекции, но на этой лекции мы не вспомним, потому что он, в принципе, слой сервисов тоже играет свою определенную роль. И дальше я покажу небольшой пример, как это делается. Работа со слоем сервис. Значит, архитектура стандартная четырехслойная. Она выглядит вот так. Ну, она стандартная. Так вот он выглядит, собственно, он находится под слоем представления. Да заходи, кто-то не попает. Вот. Не выпади, я туда. Значит, слой сервис находится под слоем представления. Основная его роль там, в принципе, написана. То есть, во-первых, это что? Координация реакции на действия. То есть действия, которые пользователь делает с нашей распространительной. То есть, там, плацает на кнопочки, вводит какие-то информации. То есть, на эти действия надо координировать реакцию. То есть, надо, собственно, как-то реагировать. Надо, там, добавлять, собственно, данные. Надо посылать имейлы. Надо еще что-то делать. То есть, кто-то этим должен заниматься. К вебу это вроде как не относится. К бизнес-лойке, по сути, вроде как тоже не сильно относятся. Потому что, ну, безлойка это какая-то обработка, собственно, самих данных. А реакция на действия координировать. Там, отрыть транзакцию, посылать имейл. Куда ее занести? Вот, собственно, тут для чего и служит на свой сервис. Вот. Он обращается именно на слой, и Китай лезет в свой интеграция, либо по-другому. Использовать. Значит, в чем заключается? Слой сервиса, самое главное, запоминайте, определяет набор операций, который доступен различным категориям клиентов. Что значит слово категории клиентов? Непонятно. Категория клиентов, это в принципе, значит, во-первых, различные роли клиента, роли пользователя. То есть операции, которые доступны отдельно админам, операции доступны отдельно зарегистрированным клиентам. Клиентами, по сути, категории клиентов, здесь можно назвать операции, которые клиентам можно в данном случае выставить, это абстрактный случай, если какая-то другая, например, программа, которая лезет по удаленному доступу к вашей программе. Она тоже, по сути, является клиентом. Тоже как-то надо координировать эти реакции на действия. Самая главная вторая суть, которую делает слово сервисов, это координирует отзывки приложения на выполнение операций. Что значит координировать? Ну, первое, запоминайте, открыть, открыть транзакцию. Где-то должно это происходить. Это может либо происходить в слое доступа к данным. Но если транзакции, я буду рассказывать дальше, когда перейдем в слое доступа к данным, есть такое понятие, называется бизнес транзакции. Когда транзакция растекается вроде во времени, включая себя несколько операций. То есть не просто добавить данные, а как бы добавить одни данные, вторые, третьи, четвертые. Эту длительную операцию в бизнес транзакции придется где-то координировать. Здесь слово сервисов идеально просто построить. Очень такая интересная штука проверка прав доступа. Имеет ли данный пользователь право выполнять эту операцию? Опять же, где это делать? Часть безопасности переносится на контейнер. То есть в том контейнере, где будет запускаться ваше веб-приложение. То есть он будет запрещать, например, заходить на определенные страницы и так далее и тому подобное. Но запресс захода на отдельные страницы – это одно. Но выполнить операцию – это совсем другое. Что если у вас одна и та же страница отображается для админы, для зареганного пользователя, для разных ролей? Просто одному покажется кнопочка, другому нет. Но вдруг так вот случайно там хакнули кто-то системы, вот показалась кнопочка. Что нам делать? Надо же как-то запретить конкретно пользователь, который текущий и не залогиненный, выполнить эту операцию. Для этого надо запретить именно выполнить операцию, запретить создать объект, занести его, например, в базу данных и так далее. Получается, надо где-то вставлять куда-то эту проверку от безопасности и все такое. Это в принципе все относится к слою сервиса. Иногда даже безопасность вообще выделяет отдельный слой. Но по большому счету это все к слою сервиса. Когда еще нужно использовать слою сервиса? Когда, например, еще раз повторяю, у вас именно приложение имеет какие-то правила, которые определяют, функционируют именно приложение, не с точки бизнеса, а именно с точки приложения. Например, при регистрации, все мы знаем, да, мы регистрируемся, нам на e-mail приходит подтверждение, мол, зайдите по этой ссылочке, если окей, тогда вы как бы регистрируетесь. То есть что это значит? По сути это значит, есть метод регистрации, который должен что? Как бы создать пользователя, занести его в базу, но пометить его как бы неактивно. Отправить e-mail. То есть это все действия где-то надо делать. То есть это действие в принципе относится к приложению. Бизнес-логики особо отношения ко мне имеют. Ну в практически любом приложении будут такие действия. Похожие действия могут быть других. Например, пользователь добавил комментарий. А у вас комментарии все проходят, например, фильтрацию через админ. Что значит добавил комментарий? Это же не просто занес его в базу. Это занес его в базу, обязательно пометит, что он неактивный, то есть не отображать. Послать админу письмо о том, что чувак, вот у нас добавили новое комментарие, посмотрел это. И так далее и тому подобное. То есть действия, которые относятся к приложению, правилам функционирования приложения. Например, у нас покупается товар, товара на складе больше нет, отправить письмо заказчику, чтобы он прислал новые товары, связаться, например, с курсом валют, узнать текущий курс валют, пересчитать курс валют, выдать на выходе, в накладную, в котором будут написаны разные курсы валют для данного товара. Бизнес-логика особо тоже никакого приложения не имеет. То есть бизнес-операция это не проходит до товара. По сути это просто приложение работает. Вот все такие операции, они относятся к слову сервиса. То есть это отдельный класс, который выполняет эти действия. Что делает бизнес-логика? Сразу может быть два из них вопрос. Я нафига-то давно рассчитал. Бизнес-логика это, во-первых, классы домена. То есть те, что вы будете сохранять в базанах, вытаскивать из базан. Во-вторых, операции, которые относятся именно к бизнес-логике уже. К примеру, представьте себе ситуацию, у нас есть, например, такое бизнес-правие. Например, запрещать пользователю добавлять объявление, если у него уже три объявления. Ну то есть если у него три есть, то не больше трех он может добавлять. Вот возникает вопрос. То есть у нас есть метод в слой сервиса добавить объявление. Потом на вход принимает объявление, он обращается к базе, сохраняет это объявление. Вот вопрос, куда поместить эту проверку, чтобы больше трех, меньше трех. Если вы помещаете это в слой сервисов, эту проверку, то это сразу уже негативно, неправильно. Почему? Потому что слой сервисов за это не ответственно, это бизнес-логика, это ее парафия заниматься этим делом. На слой веба тем более. Потому что слой может веба поменяться как угодно и менять там эти бизнес-операции, там зашивать не надо. На данном случае лучше всего как раз именно в объекте, например, там объявление, например, да, добавить какой-то метод, например, set, или get, там, max, там, allowed, или там, и в объекте user. То есть в принципе как вы уже реализуете, это уже ваши проблемы, то есть как вы безблойку делаете. Или в объекте объявления сделаете, как бы он вам вернет максимальное количество, либо в объекте user. Я бы сделал, в принципе, в объекте user. Вот. Метод, который возвращает, как бы, а можно ли юзеру просто, true false возвращает, можно ли добавлять или нет. Этот метод смотрит столько всего юзера объявлений, если там меньше 3, значит возвращает true, 3, как бы, значит возвращает false. А уже слой сервисов, по сути, что он сделает? Он обратится к бизнес-логике, вызовет этот метод, посмотрит true false, соответственно, либо, как бы, добавит, либо выбросит perception. То есть вот такого вот характера метода, то есть просто чтобы вы различали, когда есть, что такое бизнес-логика, что такое слой сервиса, в чем вот их основная разница. Когда его не надо использовать, иногда его не используют, поверьте. И вы можете даже встретить здесь приложения, в которых их, как бы, реально, его нет, этого слоя сервиса. Вот. Первое, это когда его надо использовать, когда у приложения только одна категория клиентов. По большому счету, ну, это редко такие приложения создаются, но иногда создаются. Например, приложения чисто для начальника. Вопрос, нафига там что-то, как бы, ну, все равно я бы создавал слой сервиса хотя бы для управления транзакцией. Но, в принципе, иногда его просто не создают, потому что, как бы, просто есть веб, есть классы обслуживающие веб, какие-то компоненты. Из этих компонентов напрямую влезем в базу, сохранили, получили. Как бы, проверки правдосов возникли, тут нету, ничего не надо. Ну, транзакцию, может, в принципе, вот это вот, залез в базу, отлез в базу, и, в принципе, есть транзакция. То есть, когда приложением пользоваться будет один человек, ну, тогда свой сервис выделять не обязательно. Ну, сами смотрите, решайте. Если приложение большое достаточно, может, лучше выделить. Я бы все-таки выделял. Но, если небольшое, зачем городить это все вот это вот, если можно сделать попроще? Второе. Бизнес-логика реализована как сценарий транзакций. Что такое сценарий транзакций? Помните? В прошлой лекции я рассказывал. Три шаблона из бизнес-логики. Вот самый первый шаблон, самый простенький. Когда бизнес-логика, это, по сути, просто метод, который делает все. Ну, тогда слово сервиса таковое тоже и нужен, потому что, собственно, это слово сервиса будет распространен в этом методе. Где-то на этом методе будет взять транзакцию, он откроет, залезет в базу, сделает какие-то вычисления и сам уже все вернет. То есть, этот сценарий транзакций применяется опять, когда же, когда очень простое приложение. Там два-три метода на все приложение и на этом все закончено. Ну, и очень простая логика. Когда, собственно, вообще логики никакой нету, опять же, то есть, две-три-четыре операции, тогда, собственно, не надо и домен городить, можно просто все сделать там три-четыре метода каких-то там на JSPECH, и они все будут выполнены. Ну, то есть, как бы, в основном, практически в любом случае, в другом, желательно его создавать. Потому что выделять в отдельные места все ваши, все, что с нами связано. Теперь, если мы используем шаблон домен, это, в принципе, штуку я показывал две лекции назад, тоже вот такую, как бы, как перерисовывается вот эта стандартная диаграмма. Она перерисовывается вот так. Это значит, что при шаблоне домен, то есть, когда ваша бизнес-логика, это просто набор классов, набор, набор, как бы, домена предметной области, классов, объектов предметной области, которые, в принципе, хранятся в базу, достаются из базы и выполняют какую-то обработку. То есть, в нее он зашитый бизнес-операзки. Так вот, вот эти классы, они не будут обращаться к базе данных. То есть, вот, они вот, слой-безлой, он как-то вот отдельно так висит и все. Он сам в базу лезет никогда. Он вообще про базу ничего не будет знать. Собственно, сами объекты даже не будут знать, что у них в базе есть. Это просто вот объект. Есть объект, есть список. Есть корзина, у корзины есть список товаров. Все. У корзины есть метод получить общую сумму. Она пробежала по списку, вернула общую сумму. Метод бизнес-операции, как бы, отдельный объект. Они про базу ничего не знают. Никто в базу лазить не любит. Вопрос, кто же лазит в базу. Вот для этого есть свой сервис. У него есть метод, там, получить, например, все, там, корзину текущего пользователя. Раз, вытащил объект из базы. Получить, например, там, всех пользователей, которые относятся к такой-то роли. Получить. все комментарии, которые еще я не просмотрел. Например, админ не подтвердил. Раз, вернулся все комментарии. По сути, слой сервисов будет лазить в слой интеграции, говорить ему, давай мне какие-то объекты, выполнять нужные запросы. И слой интеграции будет возвращаться. Если надо, слой сервисов будет обращаться к бизнес-слойике, там будет выполнять какие-то бизнес-операции по обработке этих данных, опять же, возвращать результаты. По сути, слой сервиса, вот здесь вот, как раз вот то, что вот это, значит, координирует реакцию на действие. То есть есть действие, получить не список, например, всех неподверженных комментариев. И вот свой сервис начинает координировать. То есть полез в базу, достал, полез в логику, там, обработал данные, выдал. Все. Например, полез в базу, вытащил из базы, что возвращается? В основном обычно в списке возвращается. А нам надо выдернуть какой-то там мап, например. Замапить, например, по пользователю и по этим комментариям. Свой сервис может быстренько обработать, вернуть либо мап из этого списка. То есть это его действие, это не бизнес-операция. Вот. Теперь два варианта реализации слоя сервиса есть. Они чем-то очень похожи друг на друга, но отличаются сложности и, собственно, назначения. Первый вариант называется интерфейс доступа к домену. Вот. То есть тут просто, когда запоминаете что-то варианта и вообще что он делает, то в принципе запоминаете ключевые слова названия. Интерфейс доступа к домену. Значит, есть какой-то интерфейс, который делает доступ к домену. Ну, легко. Вот. И соответственно, этот вопрос решит где-то в самом вопросе. По сути, это что? Это просто набор тонких интерфейсов, размещенных поверх модели предметной области. По большому счету, это значит, ну вот, у нас есть вот интерфейс, он студент взрывать. У него есть метод, да, мув студент. Да, он получает на вход студента и группу. Вот. Сам этот метод сам ничего не делает. Заметьте, то есть реализация очень простая. Он просто в классе студента вызывает там метод мув студент. И передает на вход ту группу, куда студент будет перемещен. Дальше сама безослойка будет выполнять нужные действия. У нас один вопрос, а кто полезет в базу? Ну, кто-то должен в базу залезть, там, несохранить студента. Логично? Ну, здесь два варианта. Либо бизнес-слойка полезет в базу, да, значит, у нас другой чуть-чуть реализация бизнес-слойка, у нас не шаблон-домен. То есть, зачастую этот шаблон реализации слоя сервиса используется не при домене. То есть, у нас какой-то другой шаблон. Например, модуль таблицы, то есть, в принципе, у нас сама есть сопротивление. Либо у нас, например, это все обрамлено в одну большую транзакцию, и при выходе из транзакции данные автоматически сохранятся. Тоже, как вариант. Вопрос. Нафига создавать свой сервис? Ну, почему нельзя просто сразу, да, вот в вебе, например, сразу... Есть же объект студента, объект групп. Чего там сразу не выбрать, у объекта студента я не выборю? Ну, как вариант. Ответ лежит в том, что слой сервиса для того и создается, чтобы немножко разделить веб и все остальное, что там поднимут, это вся каша, которая варится. Если вы на вебе вызовете S.MU.STUDENT, отлично, но что, если, например, потом вы поймете, что, как бы, реализация MU.STUDENT у студента этот метод плохой, вот, или там он не поддается изменению, а лучше мы создаем в классе группе, в классе группы уже создадим другой метод. Получается, если мы заменим метод, нам придется менять веб. Хорошо, если в одном месте. А если веб у нас в нескольких местах это происходит? Надо несколько местных. А что если у нас слой представления? Два. Есть отдельный слой, например, в деканале там системка там типа толстый клиент и отдельно есть веб. Придется и там, и там менять, это сложно. Поэтому в веб никогда ничего не зашивайте, такие вот операции. Если же веб будет просто вызов слоя сервиса, никаких проблем. Веб вызвал слоя сервиса и все. Слоя сервиса можно менять как угодно. Там ходите, поставляйте нужные транзакции, поставляйте нужные уведомления, то есть это легко все делать. Все как бы сосредоточено в одном месте. Обычный интерфейс доступа к доменам создается, как бы на начальных этапах, когда еще непонятно, что там приложение будет делать, какие там уведомления посылать или там еще не ясно, как оно в базу будет храниться. Обычно он так создается. Создаются интерфейсы все равно, создаются их методы. Эти методы интерфейсов будут вызываться, во-первых, из теста, во-вторых, из веба. А реализация пока что будет простая. Потом реализацию может быть расширена. Может оставим такой. Второй вариант реализации называется сценарий операции. Вот здесь тот вариант, который, собственно, подходит уже больше нам, который используется чаще всего с их шаблоном домен. То есть это такая реализация слоя сервисов, которые как бы получаем мы множество классов, которые по сути сами выполняют полностью всю логику приложения. А уже за бизнес логика обращается к бизнес-классам. Но вот опять же интерфейс, заметьте, не изменился. Интерфейс остался тот же самый. По сути получается, что веб, который будет вызывать этот интерфейс, нам вообще менять не надо. Он останется таким же. Реализация уже немножко другая. То есть, во-первых, сразу открываем сами транзакции. То есть уже мы управляем транзакциями. То есть дальше там вот я в комментах просто написал действие, которое происходит. Там нашли текущую группу, там как-то нашли ее, например. Ударили студента из этой группы, добавили студента в нужную группу и там коммит за коммитили транзакцию. То есть какой вариант лучше, какой хуже, тут сложно сказать. То есть это надо решать, исходя из того, какие вы используете дополнительные средства. Кто управляет транзакцией? Это надо сразу решить. Либо вы управляете транзакциями, либо это контейнер управляет транзакцией. А обычно, если контейнер управляет, он открывает транзакцию на запрос. Грубо говоря, на кнопочку пользователь класса транзакция открылась. Траница отрендерилась, транзакция закрылась. Вот. Определиться. Какие же службы и операции мы с вами будем использовать? Надо как? Как понять, что мы захотим вынести в свой сервис? А что он нам не отдает? Ну, самая первая отправная точка, откуда вы должны шагать, это, в принципе, ваши юзкейсы. По большому счету, люди, которые делают правильные юзкейсы, а это как? Ну, то есть, в принципе, большинство из вас делает их правильно. Например, некоторые называют юзкейсы чуть-чуть не так вот, как бы, желательно. Желательно, в принципе, на многих так вот, как стандарт, принято юзкейс называть глаголом. То есть, юзкейс это называется. Ну, как бы, это тоже, ну, в принципе, можно, никто не запрещает юзкейс называть существительными, но просто когда вы называете юзкейсы глаголом, тогда вам сразу понятно, что у вас за сервисы. То есть, если у вас есть юзкейс, например, просмотреть список пользователей, ну, конечно, это логично, что должна быть сервисная операция, которая будет там выдать там get all users. Как бы, если у вас есть метод, там, ну, юзкейс, например, добавить комментарии. Ну логично, то есть это нужно быть сервисная операция, которая ADD-comment. Никуда без этого не денется. По сути берете все ваши use-case, полностью все, и вот все, что там написано, это в принципе есть свой сервис. Все ваши операции, которые под каждый use-case, это как минимум одна операция. Может быть где-то две. Потому что у кого-то будет написано поиск. Что такое поиск? Поиск может быть простой, по одному слову, поиск может быть сложным, по критериям. Это может быть две-три операции, например. Но как минимум одна будет поиск. Вот. Теперь такой момент. Крут операции. То есть create, read, update, delete. Вот эта аббревиатура, она много где используется. Эти операции реально почти всегда присутствуют в любом приложении. То есть если у вас есть данные, которые надо хранить в базу данных, то есть хотите вы этого или нет, но 5 стандартных операций у вас будет на любые данные. Надо любые данные сохранить, надо любые данные удалить, надо любые данные обновить и получить все еще операции. Еще шестую можно придумать, получить get all count, чтобы получить количество, как бы тоже вариант. Поэтому когда тоже думаете о свой сервис, вы можете сразу же себе придумать. Вот если у вас есть объект предметной области, например, комментарий, или категория, товар, объект корзина, объект пользователя, объект, я не знаю, какие еще, авиабилеты, то есть самолет. То есть любые вот эти все ваши объекты, то есть если они есть, у вас уже как минимум будет 4 операции. Вот эти. То есть прочитать объект, то есть надо как-то его получить по идентификатору, по-любому. Почему? Потому что как бы на вебе у вас будет везде идтишник прыгать, как бы вам все надо будет вывести информацию. Вы по идтишнику получаете объект и информацию. Сохранить, удалить. Кто будет иметь право выполнять, это тоже другой вопрос. Но сам факт, что надо разрешить, чтобы эти были операции, то есть их надо расписать, эти операции. Ну, например, получить все. Например, вывести все там рейсы, вывести всех там, всех пользователей, вывести все товары. Вот. Потом, например, получить с количества, тоже это такая операция. Конечно, можно получать информацию на списке, просто взять сайт, но это не очень эффективно. Лучше на базу выполнить запрос ссылать в паун. Быстрее. Какие другие операции здесь решаете вы сами. Потому что, например, посмотреть все товары это одно, посмотреть все товары, входящие в такую категорию, это уже плюс одна операция. То есть, которая на кой принимает объект категории и возвращает эти категории. То есть, вы сами уже решаете, какие вам нужны то есть операции. Вопрос, как это в абстракции формировать? То есть, какие, грубо говоря, классы свой сервисом надо сделать? То ли это будет один большой-дольшой класс, то ли это будет немного маленький. Как это выделить? То ли надо выносить каждую операцию в отдельный класс? Значит, есть, в принципе, три основных способа формирования этих абстракций. Первый способ, ну, самый даже, наверное, четыре. Самый простой, это если у вас очень простая система, состоящая из трех-четырех операций, то да, вы можете создать один слой сервисов, поместить там, ну, даже десять операций, и все, хватит. Но, как бы, это не очень рекомендуется, сложно этим понимать, почему этот слой, ну, хотя можно назвать сервис-то, например, AeroPod Service, и все, в нем все операции закончены. Ну, никто же, в принципе, не запрещает, если вам так удобно. В принципе, совет такой, либо вы делаете, старайтесь по подсистемам, например. Например, UserSystem, StoraSystem, например, то есть система хранения данных, система пользователей, управления пользователями, и как бы создаете класс, например, StoraSystem, как сервис, и в нем все методы связаны с пользователем. Все, все, все. Создаете систему там хранения, и там в нем все методы связаны с хранением товара, получение товара, там, выделение товара, там, хранение там, еще о каких-то там заявок, например. Ну, все, что с теми, ничего. Система там отправки почты, mail service, назвали, поместил. Тоже как вариант. Другой вариант, это основные составляющие модели предметной области. Ну, по секрету скажу, мне второй вариант нравится больше всего, но я его стараюсь объединять обычно с первым вариантом. То есть вот так вот их компоновать. Что значит составляющие предметной области? Ну, то есть у вас есть объект студент. На нем по-любому будет четыре операции. Добавить, получить, удалить, то есть крут операции. Плюс еще какие-то. Вот. Создали сервайз, студент сервайз. Все, сразу мы уже писали все операции. Ну, так, в принципе, делать легче все. То есть берете любой ваш объект предметной области, который вот у вас есть, когда вы диаграмму объекта нарисуете, у вас будет куча объектов. Взяли любой объект и сразу под него, соответственно, замутили сервайз. То есть этот объект, под него сразу есть сервайз. Есть объект комментарий, под него сервайз. Есть объект категории, под него сервайз. В нем, как минимум, будет эти пять стандартных операций, плюс может какие-нибудь еще. Может других не будет, но по-любому же пять стандартных-то есть. Ну, куда же это не детство. Вот. Ну, плюс еще есть еще вариант, это по типам поведения разделять. Например, можно сделать ADD-сервайз. И там все методы связаны с добавлением. ADD-сервайз. И методы связаны с удалением. Ну, кому как нравится. Никто не запрещает. Ну, мне лично больше нравится первый-второй объединять. Например, я стараюсь делать по объектам, но не все объекты подлежат вот такому большому добавлению. И есть такие сервисы, которые как бы не относятся к объектам, работают сразу с местными объектами. Например, там Mail-сервайз. Он будет отправлять почту, но там он будет много объектов снять почту. Это уже, грубо говоря, подсистем. Может быть, например, сервайз получения RSS какой-нибудь сервайз. Он, в принципе, тоже берет много разных данных, формирует RSS и выдает RSS по одну, вторую, третью. То есть это уже как подсистема можно выделить. И при этом попутно иметь сервайзы, связанные с пользователями, с категориями, с товарами и так далее. Ну, как самый вариант, как вот их разбивать. Вот. Теперь удаленный доступ. Слой сервисов, если вот так вот его приставить, то, по сути, получается так, что к этому слой сервисов может достучаться не только веб. Ну, как бы, вот у нас есть, получается, готовая прослоечка четкая, в которой просто выставлены интерфейсы, вот, которые реализуют там, ну, которые описывают определенный метод. Есть реализация этих интерфейсов и, как бы, все, полностью скрыто от нас. Получается, может веб к нему обращаться. Выходит, что получается, что если надо реализовать удаленный доступ. Например, другая система будет тоже к нам доступиться. Разрешить ли этот доступ? И куда? Реально, ну, лучше всего, напрямую с его сервисом он сразу все операции выполняет. Веб только же показывает, он больше ничем не занимается. То есть, свой сервис вот идеально, как раз идеально подходит для удаленного доступа. Возникает только вопрос, как сделать так, чтобы доступ-то ведь удаленный, и получается тут проверка прав, немного по-другому реализуется доступ, а как-то ведь, напрямую, разрешаем доступ к нашу класс. Обычно делается все просто. Есть такая технология, называется веб-сервис. Знаете такую технологию? Я думаю, должны знать. На третьем курсе по крайней мере делали. Обычно создается отдельный веб-сервис, в котором собственно происходит вот эта вот проверка прав доступа и и тому подобное. Собственно, к этому веб-сервису будет доступен. Достукиваться удаленно. А он уже будет обращаться к своему сервису, выполнять там необходимые данные. Возникает вопрос, что делать с данными? Например, запросили информацию в список пользователей, в магазине. Если вы вернете объект юзер, то вы вернете немного нехорошую информацию. Потому что вы вернете, кроме того, что вы вернете там имя пользователя, которое вам надо вернуть, вы по сути вернете еще пароль, контактные данные. Это же как бы удаленно разрешать не очень правильно. Верно? Например, взяли, например, у нас есть объект товар. Мы там удаленно предоставляем список товаров для наших партнеров. У нас есть объект товар, мы вернули объект товар. Но в объекте товар-то вы можете хранить, например, цену, вы можете хранить историю изменения цены этого товара. Там еще какие-то там, например, комментарии, что этот товар вот стырин там на пункт. То есть это не хотелось бы партнерам эту информацию разглашать. Вариант такой, как возвращать только часть информации. То есть вот тут вот как раз вылетает на выход такой шаблон, вроде как это логично, достаточно шаблон, называется объект переноса данных. То есть шаблон такой, проектированный. То есть применяется для переноса данных между приложениями для удаленного доступа. По сути, что такое? То есть называется DAT-DTO, то есть английские буквы, ну расшифровывается как дата транспирования. То есть вы, по сути, создаете такой объект. Почему именно объект? Почему не просто строкуберный? Потому что у нас это объектное программирование, а не обычные строки мы возвращаем. То есть создаете объект ДТО, вот, в этом объеке прописываете те данные, которые вам надо вернуть. По сути, преимущество шаблона еще в чем заключается, что как бы данные-то там могут быть из разных таблиц, откуда угодно. Ну просто набор данных, которые вы возвращаете, представляете своим клиентам. Например, товар, его категория, там еще что-то, еще что-то, в данном случае, в данном примере, например, айдичник пользователя, имя, имейл и последний раз, когда заложимся. Все. Ни пароля нету, ни статистики, ничего нету. Вот только вот эти данные мы можем предоставить по удаленному доступу. Соответственно, создаете отдельный класс какой-то, ассемблер, который, в данном случае, подразумевается тот, кто собирает эту информацию и формирует это ДТО. То есть у него есть метод, например, там, getDTO. Ну, вот, он уже обращается к юзеру, к логин-history, к логин-инфо, вытягивает нужные данные, формирует и отправляет от ДТО куда надо. Просто сами для себя заметят, что всегда, когда вы будете делать удаленный доступ к вашей системе, вам всегда надо данные возвращать в виде отдельного какого-то объекта. Не, никогда в жизни не возвращайте данные из вашей предметной области. Это, по сути, все равно, что предоставит доступ к базе данных, например. То есть это делать никогда нельзя. Тут еще тоже может возникнуть вопрос. А вот у нас есть, например, такая штука, как сессия, знаете, веб-сессия. То есть там, где хранятся информации, когда хвосты залогинились. Это может быть либо сессия хранится на сервере, либо, например, информация сессии может храниться в кубке файла. Вопрос, а там вот у нас юзер же текущий залогинился, надо хранить информацию юзер. Вот что нам делать? То есть либо хранить объект юзер в сессии, либо не хранить. В принципе, признаком хорошего тона является то, что вы объект юзер в сессии хранить не будете. Никогда не храните объект юзер в сессии. Неважно, будет эта сессия даже на вашем собственной серваке, которая находится у вас. Почему? Потому что есть методы, которые позволяют какую-то сессию вытащить оттуда, как бы просто, просто информацию о сессии. Мне это может ничего интересного не быть, но может и быть, если вы как бы взяли и загнали туда объект юзера или еще какие-то там очень важные вам вещи, которые не хотелось бы разглашать. Плюс вдруг вы потом, когда-нибудь в будущем перепишете сессию, чтобы она хранилась в куки файлах и забудете, что там у вас же реальные данные хранятся, юзеры, пароли и все такое. Поэтому в сессии рекомендуется тоже хранить DTO. Как уже его сделать? Тут уже в принципе пример, который я вам приведу. Там отдельно создаваться не будет. Там отдельно будет и словный объект юзер, в котором будет храниться только три информации. Ну и по сути это есть как бы реализация этого шаблона. Как бы просто отдельно маленький объект, в котором хранится только там UI, там email, там email, там логинные примеры. Хватит. Вот. Теперь следующее. Такой есть еще один шаблон проектирован. Называется шаблон SuperTipSlaw. Самый сложный шаблон из всех шаблонов, которые только мне известны. Вот. Значит ну как бы определение шаблона таково. То есть это тип, который выполняет роль суперкласса для всех классов своего слоя. То есть в данном случае мы приведем пример шаблона SuperTipSlaw, то есть например для бизнес логики. У нас есть классы домена, как вы например не тресните, в каждом классе домена есть поле ID. Да, ну например это общее поле. Ну рекомендую например это общее поле выносить в отдельный класс. Например доменов. В моем примере так и сделал. Некоторые часто может быть кто-то мне возразить, и часто в принципе можно увидеть системы, я сам лично таки видел, когда даже в принципе все равно очень много-много классов, а такого общего шаблона нету с общим логичным. То есть у каждого класса есть свое поле ID и все такое. Просто ну как бы почему так делают, а почему не так вот делают. Также рекомендуют вроде так, а делают по-другому. Ну потому что просто в принципе одно поле выносить в суперкласс иногда не очень удобно. Ну просто забываешь, что он там где-то есть или что-то что-то такое. Или просто думаешь, да блин, на одном поле можно уже и в своем классе ставить. Ну это тоже может быть имеет право на жизнь, но я очень считаю, что все общие вещи, главное чтобы не было додвирования пол. Вот. Но иногда это может быть действительно иметь плохие моменты. Почему? Потому что если у вас, например, в базе хранятся 10 там объектов, 5 объектов имеют как бы ID и ID, а другие 5 имеют составной ID. Что такое составной ID, знаете? Ну на базе данных тоже можно. То есть две колонки являются как бы primary key. То есть два поля являются primary key. Получается супертип слой, тут особо уже и не применишь, потому что если классы все будут наследоваться от этого одного и этого, получается те классы придется не наследовать. А если мы эти классы не наследуем, выходит, что мы к ним не можем уже как-то обратиться, если мы там где-то шаблоны применим и тому подобное. Темплейты. Выходит вроде, то есть надо вот решать, уже смотрите сами, смотрите при разработке. В принципе, если у вас нигде нету составных ключей, то можете использовать domain object как бы общий класс. Плюс, где еще применяется супертип слой? Возьмем другой слой. Например, слой сервисов тоже. Есть ли там где, можно ли там сделать какой-то общий класс? Или нет? Какие его знают? Может и не можно, а может и не нет. Ну в принципе, если подумать, внимательно посмотреть, то если мы сервисы будем создавать на каждый домен предметной области, который мы должны сохранять, получать, удалять и обновлять, то в принципе можно создать один сервис, один супер класс, который собственно и будет это делать. У него будут эти 4 метода зашитые, основные. Все остальные сервисы от него будут просто наследоваться. Вот это собственно то, что я вам в примере и хотел бы привести. И то, как опять же сделано у меня в примере, в котором, чтобы вы просто понимали, как оно в примере организовано. Есть так называемый generic service. То есть есть просто сервис, он общий. Он шаблонизируется, то есть он комплейтами тоже отместка учить. Должны были. Или в C++, в Java тоже есть. Я не знаю, на каком языке вы их учили, но он и есть. То есть он шаблонизируется типом. При этом тип, вот видите, заметят, каким попало типом он не сможет шаблонизироваться. Он только тем типом, который наследуется domain object. То есть тем типом, который как минимум будет содержать этичек. Вот. И в нем у него прописано 5 общих методов. То есть методы save, delete, getByD, getAll, getAllCount. Но это общие методы. То есть возьмем два, например, сервиса, userService и advertisementService. То есть это тот пример об объявлениях, которые когда-то приводили. В любом случае юзерам надо что будет? Добавлять, удалять, получать. На любом случае надо будет advertisement добавлять, удалять. То есть почему бы не создать общий класс? Возьмите у вас вопрос, блин, а как оно там работает? Класс-то общий, а хранить-то в разной табличке. Юзера в одну табличку, в другую табличку. Ну вот здесь как оно работает, вы или посмотрите в примере, или когда уже дойдем до реализации своего доступа к данным, то там я там это расскажу. По сути, отличаться-то будет только вот именно типом. То есть технология, которую мы будем использовать для доступа к данным, ей в принципе все равно, какой объект хранить, какую таблицу. Но она будет брать тип этого ждет. Посмотрите, если тип юзер, ага, значит надо в эту таблицу. Такой объект сохраняем, ага, значит надо в эту таблицу сохранить. Все. Вы запросов для сохранения писать не будете, она будет просто либо туда, либо туда. Соответственно, получение объекта поэтичника тоже само происходит. Вы просто ей передаете, ну как поэтичник, и говорите, да, мне объект такого типа. Она, соответственно, понимает, ага, значит надо вытащить из этой таблицы, вытаскивает вам объект и формирует этот объект и выдает. По большому счету, эти методы, они как бы реально поддаются шаблонизации, потому что они общие для всех. Заметьте, нету метода обновить данные. Есть только метод сейфа, и все. Там тоже это сделано благодаря тому, что метод сейфа, он как бы выполняет двоякую функцию. Он одновременно либо сохраняет, либо обновляет. Проверка эта идет просто поэтичнику. Если объект, который на вход пришел, если у него есть этичник, значит это уже существующий объект, значит его надо еще обновить. Если объекта этичника нет, ну, значит просто новый объект, значит его надо сохранять. То есть тоже как бы два метода объединены в один для простоты. Как бы в данном случае получаем вроде как одну абстракцию сохранить. То есть у нас есть объект, его надо сохранить. Либо мы получили объект, ну, извините, данный, вот что надо, опять же, сохранить. Вот. Теперь вот, смотрите, я вынес два отдельных метода, ну, методы user service, которые я вынес. Вот есть метод register. Почему вынесен отдельно метод register? Вы так вот можете тоже подумать. Ведь register, по сути, это что, добавляет новых пользователей в базу? У нас же есть метод save. А зачем нам нужен метод register? Ну, это опять ответ тут лежит в том, что тут же действует там немного больше на register, чем просто сохранить базу user. Надо имейлы послать, там еще что-то проверить. Вот. Дальше вот есть метод, например, getByRow. Ну, это просто дополнительный метод. А, например, администратору систему будет там вывести всех там, например, там VIP пользователей, всех там других пользователей. Вот у него пароль и, собственно, и получается. Даже в том же примере, который я дал, там тоже есть такой метод. Там как бы пользователь отличается по ролям, есть две роли разных пользователей, и на главной странице сразу вводится список пользователей, содержащих определенную роль. Ну, вот это просто дополнительный сервисный метод, который вылез из юзкейса. Вот. Отдельно сюда же можем в user service зашить метод логи. То есть, на вход принимает фасворд этот и возвращает ничего. На данном случае, в случае ошибки, все методы будут выбрасывать что? Эксепшн. Это обязательно. Вот. Отдверт сервис. Ну, это какое-то типа дополнительное добавление отверта. Заметьте, есть метод ADD. Опять же, почему не save? Почему бы в save сразу не использовать save? Ну, в данном случае это просто для того, чтобы снять немного нагрузки со слоя веба. Потому что слоя веба, например, когда вы добавляете товар в какую-то категорию, или вы добавляете, в данном случае это адвертайзинг, вы добавляете какому-то юзеру. То есть, юзер добавляет. То есть, есть какой-то owner. То есть, ну, владелец. То, по большому счету, на слое веба, то у вас не будет объекта храниться на превьюсер. Да? Или у вас не будет храниться объект категории. У вас в слое веба будет храниться просто ID-шник категории. То есть, вот ID-шник и заполненные поля. Из заполненных полей у нас автоматом слое веба создаст вам объект, например, в данном случае, отвертайзинг. Или объектом товар. Да? И у нас есть ID-шник категории и готовый объект товар. Но выходит, что нам надо сделать? Нам, по сути, надо обратиться в начале к СLU, например, опять же, сервисов. Получить по ID-шнику эту категорию. Либо, в данном случае, получить по ID-шнику юзера. И потом юзеру назначить owner и, как бы, сохранить. Выходит, получается, вариант. Либо IT-действие вынести на свой веба, либо в свой сервис. Так вот, в данном случае, рекомендуется вот это все относить в свой сервис. Чтоб веб этим не занимался. Веб, по сути, вот имеет те данные, которые он имеет. Его эти данные просто передал в свой ресент разгибайся. В данном случае, так и получается. Веб получил бы объект адвентайзмента, есть ID-шник Конора, и он его просто отдал на ADD сервайз. Все. А уже метод ADD, что сделать? По сути, он сделает два действия. Вначале обратиться get by user by id, то есть к user сервайзу обратиться, получит пользователь по идентификатору. Во-первых, проверить, есть ли такой пользователь или нет. Опять же, чтобы не было шуток. Вдруг пользователя такого нет? Вдруг кто-то решил надурить систему. Ну, нету пользователя, вернет exception, извините, мол, непонятно, что к чему. Если есть какая-то иерархия, чего-нибудь. В категории есть товары, есть, например, страны. У стран есть города. У самолета есть места. Возникает вопрос, например, добавить вот этот нижний уровень иерархии, то есть либо делать сервисный метод, либо как бы использовать alternatively.seq, либо все-таки создать отдельный метод сервиса, который принимает те данные, которые есть на слое веба. То есть, в новом среде, создавать этот отдельный метод. Вдруг вы заранее не можете продумать, блин, от чего его знает, может у меня, наоборот, юзер уже будет готовый, зачем мне делать отдельный метод по идентифику, чтобы потом опять доставать его из базы. Вдруг он там будет этот юзер, например, Honor это будет юзер, который висит в сессии, хоть это и не рекомендуется, но вдруг. То есть, в принципе, можете заранее продумать, если не получится продумать фиксинг. По сути, у вас когда будете делать слой веб, вы это поймете, что эти как можно больше операций надо спихивать на слой сервиса. То есть те, которые не относятся к вебу как таковому. Это же не есть операция веба, например, получить объект из базы, назначить там Honor и сохранить его туда. Это есть операция приложения, для этого слой сервиса. Веб пусть отвечает за веб. Что-то там форматирует себе, там удаляет, там и так далее. Вот. Опять же, есть метод close, например, close отвертать. То есть у нас есть, например, объявление, мы нажимаем кнопочку закрыть. Что значит закрыть объявление? Ну, может там удалить объявление, все-таки из базы. Но метод, метод close, почему он сделан таким, потому что он кроме этого, во-первых, он принимает этичник заметить. То есть, опять же, слой веба не надо лишнюю операцию делать по лазованию в базе. То есть он за это не ответил. Он сразу этичник кинул, вот, знаете, этичник закрывает. Дальше этот метод, что будет делать? Он, например, из базы вытащит отвертайзмент, проверит, есть ли такое или нет. Опять же, чтобы никто не надурил, вдруг такого нет. Если такое есть, то он, собственно, например, пошлет имейл владельцу, скажет, что дружок, там, твой отвертайзмент закрыли. Либо у тебя там истек срок, например. Ну, мало ли, каким причинам его закрывает. Вот. И, соответственно, удалится из базы. То есть, по сути, старайтесь вот большинство таких вот действий, вот, как бы, пример, самый яркий пример, выносить в свой сервис, где, собственно, там им и мест тоже. Вот. Все же относится к вебу, уже, там, например, выполнить это действие, потом надо перейти на, либо на одну страницу, либо на вторую страницу. Так вот, кто решать, на какую страницу переходить, это слой веба пусть решает. Это его, как раз, поражает, например, пойти на ту страницу, либо на ту страницу, в зависимости там от чего. А вот в зависимости от чего, пусть слой сервиса вам вернет. Например, там, какие-то, вот, какие-то параметры. Слой веб уже, ага, раз такие, знаешь, пойдет т TODA, раз такие, знаешь, пойдет т tillę. Вот. По сути, здесь не очень красиво, но что нарисовать? Диаграмма классов для слоя сервиса. Стандартный один класс, второй класс и конкретно с методами, какие методы, что будет делать. Я объяснил, что эти методы должны делать. Но здесь я еще привожу диаграмму последовательности. В данном случае при регистрации. У большинства будет вот такая диаграмма. Может, у кого-то там чуть посложнее будет еще. Стандартная последовательность действия. Режистер-юзер, начальничок. Проверили, существует ли такой же. Единственное, что не дорисовал, стрелочку назад. Если чек-экзист возвращает true, значит, надо сразу вернуть исключение. То есть, throw exception. Такой юзер существует, давайте новую логику. Ну, например, логи уже есть. Потом что? Еще раз конкретно установили. Вот это такие моменты тоже, например. Вдруг set enable false, у вас по умолчанию будет устанавливаться в слое web. Не надо надеяться на такие вещи. То есть, это понятно, что вы сами программируете слой веб, и вы там сами по умолчанию установите. Но слой веб может меняться очень часто. То есть, в данном случае лучше конкретно вот эти поля, например, set owner. То есть, ну, не надо полагаться на то, что слой веб установит этот owner. Еще раз лучше сами себя установите. То есть, эти дополнительные поля, которые стопудово должны быть вот такими. В данном случае на умолчание не надеяться. Вы же сами установите set enable false, чтобы точно знать, что юзер пока еще не активен. Потом что? Send information email. То есть, опять отправляете юзер информацию и как бы на mail service. То есть, отдельно какой-то service, который, собственно, отправляет ваш email. И потом, заметьте, метод supersave. То есть, сам в базу можно же не лезть. Есть же вот эти супер методы generic services. Какие? GetById. Что там еще? Save, Delete, Update. То есть, их же тоже можно использовать. Они же уже нормальные, эти методы. Вот. Supersave вызвали, сохранили в базу. Все. И вернули на выходе как бы объект юзера, который сохранился на базу. Вот все другие методы, которые я, например, вам в качестве примера привел. Например, закрытие advertisement, добавление advertisement. Постарайтесь для большинства этих методов, которые хотя бы включают 3-4 действия, расписать вот такие диаграммы. Либо такую, либо диаграмму действия, кому какая нравится. Это вам поможет самим же лучше понимать, а что же нам, как бы, куда мы там лазим, как мы это все делаем. То есть, постарайтесь вот это тоже сделать. Значит, теперь реклама следующей лекции. Что будет на следующей лекции? На следующей лекции, значит, кто там собирался приходить или нет, я вам буду рассказывать про спринт. Здесь конкретно уже будет лекция посвящена технологиям. То есть, мы уже немножко уйдем от проектирования. То есть, это сейчас были предыдущие лекции, это, по сути, проектирование, технологии никакие. Лекция после нее тоже будет посвящена технологии. Это будет Aspect J. И потом опять начнется проектирование. Начнем уже слой интеграции изучать, проектирование. И потом опять перейдем на технологии. Поэтому на следующей лекции расскажу вам про спринт. Приходите, будем ждать. Все, спасибо всем за внимание. До свидания.